Минский стадион «Динамо» стал главной площадкой для съемок киноленты. Его главный герой — легендарный нападающий у московского торпеда и сборной Советского Союза русский пиле Эдуард Стрельцов. Над российской картиной работает большая съемочная группа из Беларуси, а во многих киносценах задействованы и наши футболисты. Как снимают фильм о жизни в спорте, расскажет Елена Горельчик. Московская торпеда против самарских крылышек. Игроки в форме образца 50-х годов прошлого века, а на поле главная звезда — Эдуард Стрельцов. В ожидании вот этого гола игроки обеих команд провели на поле более часа. Все дело в солнце. В другой части стадиона по команде помощника режиссера репетировали долгожданное. Он был один из самых ярких футболистов того времени. И он сыграл огромную роль в становлении советского футбола. У него была непростая судьба. Вот так об этой судьбе мы как раз и рассказываем в нашем фильме. Стадион «Динамо» для постановки футбольных сцен того времени — идеальная площадка. Будем сделать здесь и Мельбурн, и Германию, и Польшу. Дело в том, что это единственный стадион, который реально сохранился по... Ну, как советский стадион, настоящий советский стадион. Очень-очень удобно, очень хорошо. Очень хороший артист, очень хороший футболист, ответственные ребята все. Это здорово. Ну, у нас, по сути, там из 140 персонажей больше 100 актеров из Беларуси. За постановкой футбольных сцен внимательно следит Владимир Курнев, известный белорусский тренер. Говорит, за актеров не стыдно. На поле выглядят достойно. Все время нужно быть, ну, в работе, в деле, вот, поэтому немножко так устаешь к концу. А с другой стороны, ну, опыт этот, он впервые такой опыт, он очень интересный. Я, хоть и актер, но я футболом занимался, поэтому мне как-то легко. Вот других своих коллег, так сказать, по актерской деятельности я тоже вот сейчас обучаю. У него попросили, как правильно бить, как набивать. Дмитрий Власкин, именно он в фильме играет Эдуарда Стрельцова, перед съемками прошел полный курс обучения бойца. Я тренировался на торпедо, все трюки, такие даже приемы самого Эдуарда Стрельцова, какие-то удары пяточкой, его техника. Но это очень сложно, еще надо повторять именно его технику, он просто был непобедим. В этом смысле, когда он брал мяч, его нельзя было остановить. Но перед зрителями в картине будет не один, а два Стрельцовых. Сложные футбольные трюки подвластны только профи. В фильме исполняют дублера по совместительству экс-игрок национальной сборной Белоруссии Владимир Маковский. Кстати, именно для съемок в фильме нападающему пришлось изменить своей излюбленной манере ведения мяча. Стрельцов правша, а я левша. Приходится, так я сейчас тут немножко натаскал свою правую ножку, сейчас у меня неплохо получается. Все думают, что актеры там, ай, снялся и все, и пошел. На самом деле это очень тяжело, простоять 12 часов на холоде, на морозе, и потом тебя только снимут одну минуту. Жизнь и игра Эдуарда Стрельцова в киноформате получила рабочее название в созвездии Стрельца. На экранах по плану появится весной 2015-го. 8 серий, наполненных драмой и любовью, победами и поражениями. Легенда советского футбола сегодня, как полвека назад. Елена Горельчик, Денис Гатила, Виталий Серявка, агентство теленовостей.